так господа мы начинаем я всех рад вас приветствовать всех рад вас видеть сегодня к сожалению не получилось у меня позже провести данную презентацию себя все последующие будут проходить несколько позже так чтобы всем было удобно мы будем их проводить там уже после 7 часов вечера по московскому времени но сейчас вот так сегодня у нас будет презентация именно продукта daisy не столько маркетинга до партнерского как продукта и в первую очередь это должно быть интересно тем людям которые являются инвесторами и зарабатывают деньги на инвестициях отдают свои деньги целью получения последующей выгоды и будем рассматривать именно с этой точки зрения так те кто опоздал будут ждать что у нас здесь нет сегодня модератора я буду за всех и будем их постепенно добавлять значит давайте для начала я чат пока закрою друзья мои чтобы у нас здесь не было каламбура как сумбура каламбура всего подряд чтобы не было и в конце я его открою и там уже буду отвечать на все вопросы поэтому вы внимательно слушайте я буду все подробнейшим образом рассказывать я думаю что мы уложим все минут 30-40 в конце я отвечу на все ваши вопросы вот вы их записывать если что начнем мы со слайдов и самый мой любимый слайд самый главный с которого нам всегда следует начинать это заявление об отказе от ответственности самим эндотекам нужно понимать что данное направление да вообще любое не только это вообще любое направление в инвестициях она говорит она она несет под собой определенную определенную степень риска и естественно такой риск присутствует и в дейзи поэтому за ваши деньги вот как бы это не звучало принимайте это не принимайте честности по факту никто не несет ну то есть ответственность то она есть если это будет говориться да если говорить о каком-то конкретном кидала и я уже буду на сленге говорить с вами если уж извините без я не буду себя считать официальным спикером компании поэтому имею право такие вещи говорит так чтобы нам с вами было понятнее друг друга лучше друг друга понять то есть конкретно что просто вас там обманут это что о чем здесь заявляют естественно такого не будет но как вы поймете впоследствии сегодняшней презентации эндотек работает в сфере трейдинга где возможного не только прибыли но возможные потери поэтому существует различного рода риски и по сути когда вы совершаете взнос точнее покупку пакета в дейзи вы не отдаете деньги под управление вы являетесь участником краудфандинга вы участвуете в определенной инновационной схеме которую еще никто не проводил для проведения краудсейла краудфандинга и как это происходит вы можете узнать в подробностях я сегодня расскажу более поверхностно но в подробностях об этой схеме вы можете узнать на других презентациях которые относятся непосредственно к маркетингу но суть в том что вы финансируете своим участием разработку более нового более совершенного метода торговли с помощью алгоритмического трейдинга ни в коем случае не отдаете свои деньги под управлением вообще так все юридически оформлено что деньгами день деньги которые вот половина денег уходит в маркетинг а половина денег уходит под управление все таки вот ндт кому то которому сегодня тоже будем говорить который будет торговать этими деньгами по сути основное назначение да это разработка торговых стратегий это официальная до позиция разработка торговых стратегий и усовершенствование искусственного интеллекта алгоритмического трейдинга грубо прямо говоря вот поэтому когда вы инвестируете свои деньги куда-либо ну и в том числе в том числе в дэйзи в ндтк никто вам не даст гарантию прибыли поэтому вы должны смириться с возможными рисками в общем то здесь все подробно описано можете на паузу нажать кто-то будет записи смотреть и уже принять на этом этапе решение интересно вам дальше это слушать или нет если не если вы не готовы мириться с определенной степенью риска то тогда можете смело прекратить тратить собственное время на это ну что здесь не будет никаких гарантий абсолютно люди присоединяются и присоединяются и присоединяются надо вовремя приходить буду возмущаться сейчас так ну я надеюсь что это все и так все понимают просто на всякий случай может быть один из тысяч за шкафом живет и не понимает таких вещей поэтому мы всегда их будем озвучить итак начнем у нас сегодня посвящена общая презентация непосредственно продукту дэйзи вот как инвестиционному продукту дэйзи это децентрализованная система искусственного интеллекта вообще очень емко да прям вот в этих четырех словах уместили там всю презентацию на самом деле в данной ситуации искусственный интеллект не будет являться децентрализованным потому как его разрабатывать непосредственно сама компания это так а вот децентрализованной частью является смарт-контракт который также называется дэйзи ну и собственно дэйзи это новая разработка сфере искусственного интеллекта ну в общем это комбинация этих двух вещей поэтому получилось такие четыре слова что же такое дэйзи во первых дэйзи это акционерная краудфандинга модель для финансировать для финансовых технологий то есть есть вот вы если смотрели уже маркетинг есть матричная модель в виде форсированной матрицы дэйзи где это половина проекта дэйзи где с каждых поступленных средств определенная часть суммы распределяется по участникам в том числе такие одним из таких же участников является сам эндотек который мы финансируем и помимо других участников награды с каждого купленного пакета получает также эндотек и ключевой целью эндотека является таким образом заработать 10 миллионов долларов это краудфандинга цель которых по их мнению им хватит для усовершенствования их технологии алгоритмического трейдинга которыми они уже занимаются очень много лет сама компания эндотек существует уже более 8 лет а публично в розницу они дают в пользование занимались розничной продажей своих стратегий уже более трех лет подтверждение этому вы можете найти массу в интернете и даже есть очень старые уже много лет видео отзывы даже на ю тубе и есть непосредственно сама статистика эндотека на их официальном сайте мы с вами и тоже будем смотреть детально внимательно также посмотрим что у нас на сегодняшний день уже имеется вот и по сути дэйзи дэйзи это две составляющие я вот не буду даже по слайдам идти я сейчас просто даже на себя красивого переключусь скромности мне не занимать конечно вот дэйзи по сути это два проекта в одном есть вот эндотек который занимается разработкой инновационных стратегий алгоритмического трейдинга те кто не знает это не просто боты торговли это нечто большее чем просто вот это это те вещи которые малейшие детали учитываются во время трейдинга вплоть до скорости передачи данных с одного сервера биржи до сервера компании которая которая ведет торговлю на этой бирже до используют ботов алгоритмического трейдинга до чтобы в итоге сигналы на биржу от них и к ним поступали быстрее чем к другим участникам участникам биржи то есть это такой сверх способ автоматизирования торговли который на текущий момент можно откровенно сказать что доступен совершенно подавляющее малому количеству участников рынка в основном это институциональные участники институциональные инвестора это различные хедж-фонды пенсионные фонды и так далее участники все добавляются вовремя приходить вот но с появлением дэйзи а дэйзи из себя представляет просто смарт-контракт который на самом деле вот сейчас дописывается и он сам себе хозяин я потом более подробно объясню чтобы смарт-контракт вот появились три крупных международных сетевика которые могут толкнуть практически любую идею на миллионную аудиторию или даже более крупную да у каждого из этих людей это илья манин это эдвард кимчин это джереми рома у каждого из них огромнейший просто опыт в работе работы в сетевом бизнесе в построении команд в продажах и они заприметили такую компанию как эндотек которая занимается такими чудесными разработками которая последние годы шикарные показать результаты я еще повторяю мы сейчас их посмотрим которые прям дали хороший плюс своим инвесторам они заприметили это также они заметили что у эндотека ну по их прикидка достаточно скромные результаты скромные в каком плане что там было чуть больше двух тысяч клиентов до у этих клиентов достаточно крупные балансы как для среди выше среднего не то что прям очень крупные но минимум от 10 тысяч долларов там по-моему было вот но таких клиентов чуть больше двух тысяч человек и они подумали почему такая прекрасная идея достается такому маленькому количеству людей неужели нет способа как можно было бы подключить десятки сотни или даже сотни тысяч или даже миллионы клиентов к этому чудесному виду трейдинга и они решили организовать то есть основная ключевая проблема как раз таки была в организации законного способа запуска вот так вот такой вот вещи потому что работать с мелкими партнерами да допустим человеком который будет там 100 до 100 долларами придет когда такой им просто невыгодно поэтому нужен способ до который легально позволил бы все реальном небольшому даже инвестору со 100 долларами прийти и воспользоваться таким инструментом и такой способ был решен придуман благодаря двадцать первому столетию благодаря существованию блокчейна и такого понятия как smart контракты этот специальные программы которые которые работают на децентрализованных системах которые невозможно заблокировать на них невозможно повлиять и пишутся они по большей части таким образом что они пишутся единожды до без ошибок если они все раба если они работают протестировано классно если они если все идет по маслу то они не требуют никакого обслуживания вообще то есть они абсолютно автономно их нельзя запретить как я уже повторяюсь и они полностью прозрачны то есть не нужно контролировать по сути блокчейн это открыто децентрализованная система и перечень операций может посмотреть абсолютно каждый из вас в любой момент времени и абсолютно бесплатно вот что такое блокчейн да то есть это некий такой гроз бух а вот как представьте себе старого бухгалтера который записывает абсолютно все финансовые операции в какой-либо компании или финансовые учреждения он записывает все эти операции вот такой груз бух например есть только у одного этого старого бухгалтера если он не чист на руку он может туда вписать что угодно но вот блокчейн отличается вот децентрализованной системы чем отличаются от обычной вот старой такой методики тем что такой груз бух есть у тысяч десятков тысяч или даже сотен тысяч других участников и когда какая-то операция происходит в этой сети у каждого из них есть копия этого груз буха куда записывается эта операция это называется блокчейн если какой-то один из этих узлов посчитает там что он заходит там может обмануть кого-то да и напишет какую-то такую транзакцию которой там быть не должно попытается обмануть то все другие люди с такими же копиями сразу увидят что кто-то пытается надуть систему и не позволят ему этого сделать вот в чем основная прелесть блокчейна децентрализованных систем и вот почему сам bitcoin например на текущий момент стоит столько он стоит и прошел через ряд этапов принятия и вот благодаря развитию таких технологий получилось совместить как раз таки эндотек с моделью которая позволит обрабатывать большой коль большое огромное количество новых партнеров даже ну даже с такими депозитами как 100 долларов естественно становится крайне доступным вот и собственно вот эти ребята три сетевика придумали такую идею написать такой смарт-контракт и объединить его с эндотеком в свою очередь эндотеку понравилась эта идея и они теперь закрыли розничную продажу своих стратегий на собственно сайте мы сейчас на него перейдем давайте сразу переключусь лучше закрыли продажи и теперь исключительное право что-либо какие-то стратегии продавать у эндотеком переданы бризе и единственное что эндотека стала собой право это подключать институциональных партнеров соответственно на текущий момент если кто-то хочет если кто-то хочет подключиться к эндотеку напрямую то ему необходимо будет заплатить комиссию более 120 тысяч долларов одной лишь комиссии это не считая средств которым уже управлять эндотек пока что работает напрямую уже только с институциональными партнерами все остальные партнеры исключительно идут через дейти что в принципе гораздо выгоднее получается как насколько это выгоднее расскажу чуть позже вот собственно сам сайт эндотека здесь даже сохранились еще элементы личного кабинета вот их можно даже зарегистрироваться но это для обычной инвесторы еще уже не имеет никакого смысла никаких стратегии вам здесь уже не продадут здесь сохранился функционал для тех партнеров их которые были с ними еще до запуска дайзи до вот этих вот этих всех соглашений но вот здесь кстати представлены ряд стратегий алгоритмического их ботов алгоритмической торговли который можно посмотреть каждому абсолютно здесь их 12 штук по мы представлено вообще на самом деле сейчас их более 40 и по крайней мере их применяется в дейзи со слов анны беккер главы эндотека и мы можем наблюдать здесь статистику в режиме реального времени и в принципе оценить каждую из этих стратегий по крайней мере до той небольшой части которые здесь присутствует по крайней мере оценить их эффективность то есть мы видим что кривая капитала в среднем здесь постоянно растет это самое главное в трейдинге именно именно по этой причине вот ребята из которой придумали дейзи вот именно смарт-контракт я имею ввиду решили запартнериться с эндотеком да то есть это компания которая говорит за себя своими финансовыми показателями показателями которые они делают на рынке криптовалют для своих клиентов вот поэтому появилась такая идея так и пару слов буквально скажу по поводу кто стоит за эндотек за продейзи я уже сказал кто за ней за этим всем стоит это по сути будет смарт-контракт ребята просто являются создателями идеи и написали занимались как раз написаниями этих всех стратегии этого смарт-контракта а за эндотеком можно на самом сайте посмотреть да что за ребята и я думаю что в слайдах будет удобнее поэтому давайте мы вернемся к слайду вот во главе стоит доктор анна беккер это талантливый математик специалист в области искусственного интеллекта она работает в этой области уже более десяти лет и в свое время даже организовывала крупную компанию которая называлась strategy runner которая обслуживала более 300 брокерских компаний в итоге это компания strategy runner была продана ей самому крупному в мире брокеру брокеру мф глобал почти полу там за 4 миллиона долларов 3,75 миллиона долларов в итоге после этого был организован эндотек вот она автор двух книг по моему по искусственному интеллекту она в том числе но уже правда не является членом комитет комитета по борьбе с финансовым мошенничеством на финансовых на на финансовых рынках но было им вплоть до помо 2019 года там уже ребята даже кто-то из нашей команды кто-то из самого вообще дэйзи связывался уже непосредственно с этим комитетом и уточняли работала или работает у них анна беккер да потому что естественно люди когда отдают свои деньги они хотят выяснить так ли все то о чем им говорят и действительно это так там вы сказали что она беккер работала у них более года было 10 членом комитета по борьбе с финансовым мошенничеством на финансовых рынках вот но в связи с загрушенностью собственной загруженности она беккер оттуда ушла покинула этот комитет но в общем то на такую должность а бы кого не поставят и главное понять что она беккер в отличие от других до проектов это не какой-нибудь актер это не какой-нибудь поставленное лицо номинальный директор это реальный человек который действительно знает чем он занимается имеет большой опыт и положительный опыт в работе в этой сфере если мы будем опираться на прошлое анны беккер и на текущие результаты которые мы получили за это все время то можно судить о том что с большой долей вероятностью эти результаты эту результативность и продолжится опять же ввиду этого эндотек и стал столь привлекателен для парней которые решили создать смарт-контракт дейзи я бы вам советовал кстати после презентации самостоятельно перейти на сайт эндотека вот в раздел портфолио просто ознакомиться с их торговыми стратегиями операциями здесь подробностях можно их посмотреть можно посмотреть историю последних сделок как они открываются то есть по какой паре в какое время какая операция была создана по какой цене открыты или закрыты лоты какие позиции сейчас вот в данной ситуации мы видим что сейчас позиция в долларе именно по этой стратегии в самом дейзи сейчас используется еще раз повторю более 40 стратегий то есть те финансы которые направляются непосредственно через покупку в эндотек через покупку пакетов инвестиции калфандинговых пакетов они распределяются по этим 40 с копейками стратегиям и естественно большая часть из этих стратегий приходится на менее рисковые стратегии то есть здесь есть вообще на две большие категории разделены эти стратегии это бета и альфа где бета является более консервативной безопасной стратегии она в свою очередь менее рисковая но и дает меньше дохода и альфа стратегия которая уже вот бета она торгует только на спотовом рынке и только исходя из этого открываются лонг позиции при этом альфа стратегия это уже фьючерсная торговля где сделки открываются в обоих направлениях как лонг так и шорт позиции вот поэтому можете самостоятельно со всем этим ознакомиться посмотреть как они торговали до сейчас по их их стратегии дают просадку но если мы с вами обратимся к криптовалютному рынку то можем увидеть что криптовалютный рынок очень сильно лихорадит я вам так хочу сказать что по большей части а мы уже имели плюс по стройте я вам покажу в итоге личный кабинет как выглядит кабинет дези и какая там отчет на сейчас есть у нас уже есть торги первые результаты именно участников которые через дези заходили и вот я на своем личном примере покажу мы уже получали плюс но бывают в рынке такие ситуации которые невозможно предсказать никаким алгоритмом никаким техническим анализом и вот когда рынок начала вот здесь сильно лихорадить вот это вот всплеск это по сути был твит илона маска просто биткоин естественно илон маск это икона современного технологического мира финтех компаний вообще биржевой торговли и в акции его компании тесла и не только его тесла ну вот тесла да в основном сейчас показывала за последний год грандиознейший просто рост поэтому естественно очень многие инвесторы обращают внимание на таких персон да на что они говорят поэтому когда вот такие вещи да заявления они просто рандомные случаются рынок и на них реагирует уже независимо от того что там происходит поэтому естественно мы имеем определенную небольшую посадку сейчас по стратегиям ндтк ну по крайней мере тех тем кто заходил там на старте там посадка процентов 67 вот ну и сам рынок тоже просел да по сути там сейчас так обрисую что сейчас невозможно зарегистрироваться в дейзи регистрации откроются после где-то в середине февраля и позже вот но первые регистрации были доступны первые несколько дней это с 9 по 14 число но по факту 14 числа уже января регистрации были уже невозможны вот там буквально пару дней и вот как раз таки именно в эти дни в эти дни цены биткоина были даже вот самого биткоина выше 40 тысяч долларов сейчас мы видим что ниже 35 сам рынок несколько просел естественно плюс вот эти нестабильные ситуации с таким моментом который невозможно предсказать да вот как илон выступление илона маска по поводу мира криптовалют естественно они пока что дают минус но если мы посмотрим допустим на стратегии на историю по работе этих стратегий то мы видим что в ряде случаев здесь присутствовали определенные просадки после которых были был подъем и в общем-то разговаривая и смотря на торговый счет или манина мы лично смотрели с ним даже на видео записывали все вот именно его различные биржевые аккаунты с подключенными к ним различным стратегиям он сам делился тем что первый месяц вообще горит была страшная просадка там процентов 30 по-моему говорил после которой уже в итоге система подхватила определенный тренд вышла уже в безубыток и уже по итогу на сегодняшний день она принесла ему несколько иксов то есть и естественно а трейдинг трейдинг на это история не о том что ты постоянно получаешь плюс эта история о том что количество положительных сделок или даже правильнее сказать количество денег которые ты зарабатываешь просто больше чем денег которые ты теряешь в любом случае есть определенный процент отрицательных сделок до закрытых с убытком но главное что привая капитала 7 росла поэтому мы с вами имеем дело с реальным трейдингом и здесь такие истории они в любом случае будут вот поэтому к этому опять же нужно быть готовым это я просто еще раз хочу озвучить к тому что я понимаю что у нас на просторах снг инвесторов с небольшими суммами инвесторам с небольшими суммами чаще всего предоставляют возможность для инвестирования именно в хайп проекта то есть то бишь финансовые пирамиды вот либо же самостоятельная торговля на криптовалютном рынке но если говорить о проектах о компаниях то это по большей части финансовые пирамиды естественно там есть та вещь которую привили многим людям что проект или компания должны фиксированно платить какой-то большой процент но обязательно положительный вот трейдинг это не про постоянство вот здесь немножко все по-другому устроено и если вам это интересно то об этом масса есть материалов в интернете изучайте я думаю что это было бы полезно абсолютно каждому так теперь давайте мы с вами изучим источники дохода для инвестора вот выгода какая есть вообще для места это же наверняка интересно всем знать значит нам понадобится с вами вот такой вот слайд есть ряд инвестиционных пакетов в дэйзи и всего 10 штук они очень тесно связаны с маркетингом но опять же мы сегодня по своим про маркетинг не будем говорить я расскажу только про одну часть когда вы покупаете каждый из этих пакетов вы не можете купить допустим сразу 2 или 3 видите и 10 штук они сразу разную цену и вот допустим чтобы купить 2 нужно сначала купить 1 соответственно первые два пакета например это 300 долларов первый пакет свой 100 2 200 третий пакет 400 минимально минимальная стоимость входа 100 баксов и вот на маленьких пакетах как вы можете здесь видеть фигурная скобка 50 на 50 это значит что половина денег уходит по маркетингу дэйзи в том числе всем участникам которые находятся уже в проекте дэйзи сразу же они получают выплаты и определенную долю из этой суммы также получает эндотек наравне с другими участниками в этом как раз таки кроется суть этого краудфандинга когда вы покупаете пакет половина денег разлетается по маркетингу дэйзи также вы будете потенциале получать тоже от следующих участников эти награды а половина уходит в трейдинг под управление эндотеком вот на более крупных пакетах уже идет деление 70 на 30 и здесь уже означает что 70 процентов уходит под управление датаком и 30 процентов распределяется по форсированной матрицы и по другим видам бонусов более подробно на других наших презентациях посвященных маркетингу вот этот слайд как раз таки более детально показывает как куда распределяются средства то есть мы видим что здесь вот тон кошелек да идет взнос в дэйзи и эта сумма делится вот на две части вот до 46 процентов до этого и ходит на реферальную программу на вот эту матричную структуру на все эти все эти виды бонусы и от 50 до 70 процентов на живые торги в дэйзи фант в свою очередь вы если допустим строите структуру вы можете зарабатывать деньги от того что по вашей реферальной ссылке кто-то будет тоже покупать пакеты в дэйзи из этого тоже отлично зарабатывать и если там ваши партнеры тут вот обычная многоуровневая партнерская программа если не как бы очень крутой маркетинг но ничего какого-то сверх системы здесь не придумано единственно что здесь и действительно инновационно это то что это работает полностью на смарт-контракте точнее сейчас на данный момент не работает но в ближайшее время будет запущено и все это будет работать как положено вот эта часть которая уходит на торги в эндотек как только там выходят уже положительные сделки сейчас я кстати войду в свой личный кабинет с одну секундочку чтобы вам это все показать чтобы уже наглядно все это было сейчас я включу свой аккаунт с максимальным минусом у меня есть аккаунт где маленький минус а есть где большой минус вот и самый патовый аккаунт включу сейчас ну чтобы было интересно чтобы максимально интересно то есть максимально так сказать чтобы вы были готовы что еще здесь может быть разлагинить так вот аккаунт здесь я купил в нем 13 по числа 9 пакет он стоил 50 тысяч долларов с копейками и на текущий момент мы видим в личном кабинете дэйзи два раздела дэйзи крауд он сейчас не работает то есть невозможно зарегистрироваться ничего нельзя сделать пока сейчас не перезальют смарт который уже ну что в первом запуске смарта там были некоторые ошибки которые по мере разрастания дэйзи стали ну смарт-контракт просто перестал работать поэтому сейчас эту проблему решают и регистрации скоро снова откроются но в первые в первые несколько дней было зарегистрировано с оплатами более 50 тысяч человек вот такой вот большой интерес к проекту дэйзи по всему миру на текущий день очень многие люди ждут повторного старта да и уже нормальной работы комфортной которая какая и должна была быть самого начала ну вот конечно большой проект требует большой ответственности и поэтому сейчас максимально стараются чтобы предотвратить какие-то возможные сбои в будущем поэтому мы сейчас ждем в раздел фан же все-таки работают у кого есть сейчас кабинет они могут наблюдать за статистикой торгов за операционным отчетом дэйзи капит дэйзи непосредственно всего капитала мы видим что на текущий момент под их управление находится 24 миллиона 353 тысячи долларов 354 почти вот и мы можем видеть конкретно мой баланс торговый который привязан именно к этому аккаунту у меня получается из 50 тысяч 17 тысяч долларов ушло в по матричной структуре эти деньги получили люди участники другие участники по структуре и в том числе сам эндотек вот его 33 тысячи 230 долларов сейчас находится под управлением у эндотека мы видим что у меня сейчас здесь просадка примерно ну чуть меньше чем 6 процентов правильно да где-то 5 процентов с копейками вот эта просадка сейчас есть мы видим что весь и кривая капитала пока что колеблется и как мы смотрели с вами по истории это абсолютно нормально когда сейчас выйдет мой contribution баланс мой баланс именно мой торговый баланс под управлением эндотека выйдет в плюс здесь появляется кнопка она сейчас пока что не активно пока смарт-контракт даже если она появится на было бы не активно но когда смарт-контракт запустят его запустят ближайшее время появится кнопка что можно вывести средства на то есть вывести деньги вывести можно плюсовые деньги то что там эндотек на торгуют в плюс а то что будет свыше тридцать трех тысяч двухсот тридцати долларов у меня есть два выбора что сделать с этими деньгами я могу их вывести и они тут же придут ко мне на мой трон кошелек в тронах по курсу либо же я могу их продал поставить дальше и тогда у меня происходит произойдет капитализация процентов автоматически то есть на мой торговый баланс будет больше и чем он будет больше тем уже соответственно процент будет начисляться на большую сумму то есть процент на процент то есть здесь механизм сложного процента это важно понимать сколько может быть какая может быть доходность очень много частый вопрос люди спрашивают сколько можно с этого зарабатывать какой процент будет ребят так не делается невозможно предсказать какой-то будет процент это все равно что спросить на сколько процентов вырастет bitcoin никто вам точно не скажет могут сказать примерную аналитику но это будет не точно здесь та же самая история мы можем примерно посмотреть на различные торговые стратегии которые есть у эндотека и примерно проанализировать какая возможно будет доходность мы можем открыть стратегии наиболее консервативные безопасные которые показывают среднюю годовую доходность более 144 процентов мы можем открыть какие-то более рисковые стратегии допустим альфа стратегии на фьючерсном рынке с использованием левережа 10 из плеча в 10 раз и это рисковать рискованно и здесь мы видим 1610 процентов доходность годовых естественно на такие стратегии эндотек выделяет меньшее количество капиталов потому что для них самая главная задача это не потерять деньги клиентов а уже вторая задача что-то заработать самое главное правило бизнесе не потерять вот прежде всего не потерять уже только потом заработать вот по крайней мере насколько сколько было уже таких вопросов она говорит что они ожидают при текущих стратегиях которые у них есть доходность отста они будут стараться рассчитывать на это что это минимум 150 процентов годовых вообще рассчитывают в пределах 300 при этом после сбора вот этих вот 10 миллионов долларов для разработки более совершенной системы алго трейдинга они рассчитывают улучшить эти результаты минимум в два раза то есть естественно получится у них это или нет места мы узнаем несколько позже во всяком случае уже в ближайшей неделе должна будет быть опубликована белая бумага самим эндотеком относительно этой разработки где они будут объяснять какие вопросы они перед собой ставят чтобы достичь таких результатов через как как каким способом где они собираются искать такие вопросы им нужно найти ответы для того чтобы получить подобные результаты то есть мы с вами сейчас можем ожидать в пределах 300 примерно да то есть если рынок будет движет двигаться более быстро чем в предыдущую историю то мы можем получить больший процент если более медленно то меньше процент но если уж прям так нужно хочется услышать цифры то примерные прогнозы около 300 процентов годовых 150 300 ну там 250 процентов годовых вот соответственно мы имеем определенную сумму вот у меня например здесь на пакете 50000 долларов у меня 33 тысячи 230 в торгах если мы возьмем в руки калькулятор попытаемся посчитать даже допустим 200 процентов годовых возьмем вообще там ну допустим год будет плохим реально то у меня будет 66 тысяч четыреста шестьдесят долларов на то есть это вот если брать 200 процентов опять же это без учета сложного процента где тогда в каких-то моментах может быть со сложным процентом там может быть будет больше сумма может быть меньше предсказать еще раз повторяю это очень сложно может быть вообще год будет убыточным и мы с вами практически не увидим никаких плюсов то есть такая такой вариант развития событий тоже возможен этот рейдинг так тут все вообще может быть вот но история говорит о том что скорее всего будет рост рост наших капиталов вот то есть соответственно я получаю эту сумму могу то что из прибыли равно такую же сумму смогу примерно за год вывести с каждого вывода конечно же есть комиссия и она будет составлять 30 процентов 15 процентов из которых идут другим участникам проекта дэйзи и 15 процентов это заработок самого эндотека то есть по факту у меня будет где-то 22 23 тысячи долларов чистого дохода вот то есть именно то что я получу на руку на руки при таком раскладе за год именно в при таком при такой ситуации плюс плюс то что я заработаю непосредственно здесь можно помнить что это только одна часть капитала который уходит в этом проекте да ты съесть с одной стороны до тек из другой страны деизе мы сейчас вами грим только пайнут это только одна часть дохода вот плюс ко всему когда эндотек сейчас пока что то что закинуто именно и в работе на то что вы покупаете уходит под управление вендент это вывести нельзя но когда эндотек выполнит задачу по сборам это 10 миллионов долларов, мы сейчас видим, что эта задача за первые несколько дней выполнена более чем на 10%. Когда она будет выполнена на 100%, это фаза 1 и фаза 2, когда под управлением на операционном счету у DAISY будет более 500 миллионов долларов, сумма для вывода, которая есть, она станет доступной. То есть вы сможете вывести вот эту сумму, то, что уходит в трейдинг. Вот по условиям данного договора. Соответственно, если вы не торопитесь никуда, если мы будем видеть, что DAISY и Endotech торгуют с определенной степенью все быстрее и быстрее, и имеет смысл, будет иметь смысл реально оставлять свои деньги для получения более высокой прибыли со сложным процентом, и по итогу, когда будут обновлены стратегии, ведь мы на это рассчитываем, что они действительно изобретут эти новые стратегии, наша доходность вырастет еще в два раза, и по итогу мы за какой-то определенный период, в несколько лет, получим уже более серьезную прибыль. Кроме того, ведь мы же с вами участвуем в краудфандинге, и должны же мы за это что-то получить, потому что первый слайд, помните, который мог некоторым не понравиться, по поводу отсутствия ответственности, там отказа от ответственности и так далее. И так, это нормальная практика в любом краудфандинге, в любых венчурных инвестициях, естественно, за это полагается определенная награда. Так как мы с вами инвестируя во все это предприятие, естественно, рискуем, кроме потенциального дохода от трейдинга и от самого DAISY, я еще раз повторяю, это отдельная будет презентация, которая будет говорить о другом источнике заработка. Вот кроме этого всего, у нас с вами, нам будут полагаться акции компании Endotech, которая будет в идеале должна выйти на IPO после завершения краудфандинга обоих вас. И уже, со слов Анны, есть предложение от австралийских бирж на выведение компании на IPO, потому что капитализация Endotech уже достаточно большая, по-моему, около 100 миллионов долларов. То есть потенциальная капитализация на текущий момент. Поэтому сейчас они отказываются от этого, но вот когда будут уже завершены эти фазы, они будут выходить на IPO, и 10% от имитированных акций на IPO будут как раз-таки уходить участникам Endotech. Каким образом это будет распределяться? 5% будет распределяться по алгоритму самого DAISY, там будут получать эти акции люди, которые будут выполнять определенные статусы, определенные продажи, это для стимуляции необходимо. И другие 5% будут распределяться между участниками, которые покупают инвестиционные пакеты. Не инвестиционные, а коротфандинговые. Все мне хочется их инвестиционными назвать. Распределение будет происходить согласно долям. Как вы видите, на определенный пакет вы покупаете, когда его покупаете, у вас определенное количество долей в этом пуле идет. И уже в зависимости, допустим, у кого-то 1000 долей, у кого-то 10 долей. Соответственно, тот, у кого 1000, получит в 100 раз больше долей, чем тот, у кого 10 долей. Вот у меня конкретно на этом пакете получается 511 долей. Ну и суммарно, да, вот, да, 511 суммарно долей всего в пуле акций. Это значит, что я получу в 511 раз больше долей, чем участники с, в 511 раз больше акций, чем участники с пакетом номер 1. Но это деньги уже не сейчас, это деньги те, которые уже будут, если Endotech все-таки пройдет краудфандинг успешно, все разработки пройдут успешно, если они выйдут на IPO, то мы получим с вами акции, которые мы сможем продать на бирже, либо оставить их у себя, получать определенного рода дивиденды. То есть это как дополнительный такой вот источник тоже дохода. По сути, это основа. Так, что там у нас дальше с вами? Это только одна часть пассивного дохода. Здесь вот был один слайд, как раз, который я хотел бы показать. Вообще все возможные источники. Вот всего получается без какой-либо вашей активности есть, потенциально три источника дохода. Первое, это вот владение акциями, но это уже после выхода на IPO. Второе, это вознаграждение трейдинга, которое я вам показывал. И третье, это потенциальные переливы по матрице. Но это уже относится к презентации про Marketing Daisy. Там вот ей нужно уделять очень много времени, около часа времени, поэтому мы сейчас с вами просто в хронометраж этот не влезем. Вот, но без приглашений у вас по матрице, я просто вкратце скажу, что будет открыто два уровня, где вы можете до 48% от стоимости своего пакета получить, даже никого не приглашая. На самом деле эта цифра даже больше, потому как в первые 48 часов после создания аккаунта у вас будут открыты по матрице не два уровня, а все 10 уровней. Давайте этот слайд все-таки открою, буквально пару слов скажу об этом. Где тут он был? А все 10 уровней. И формируются награды следующим образом. С каждого человека в этой структуре, с каждой покупки его пакета, каждый вышестоящий участник получает определенный процент. Вот от 4 до 4%. С первых двух уровней по 4%, с 9-го по 10-го тоже по 4%, а всех, что между ними, то есть с 3-го по 8-й включительно, по 3%. То есть у вас под вами будет, это матрица 3 на 10, под вами будет 3 места, 3 человека, у которых тоже по 3 человека. С каждого из покупок их пакетов вы будете получать определенный процент. В данном случае 4% от всех их покупок. Эти люди могут быть туда поставлены либо вами лично, если вы дадите им свою реферальную ссылку, либо же вашим спонсорам, либо спонсорам его спонсора. Эти люди могут стать к вам переливом. Вот благодаря этим переливам и открытию первых двух уровней навсегда, вы можете до 48% получить возврат только по этим бонусам матричным от стоимости собственного пакета. Если говорить о первых 48 часах, то этих уровней открыто больше, соответственно и потенциал дохода там тоже больше. Есть определенные условия открытия этих уровней, но там придется поработать. И об этом мы будем в других презентациях рассказывать. Но цифры, которые можно только по этому матричному бонусу заработать, вы можете видеть в этих трех последних колонках. Если участники в структуре покупают только 100-долларовые пакеты, если покупают 7-е пакеты, если покупают 10-е пакеты. Потенциально эта матрица может дать почти 200 миллионов долларов дохода. Только одна лишь матрица, а это даже не вся часть от части Дейзи, в которую уходит меньше половины средств. Большая часть все-таки уходит в трейдинг. То есть это потенциально колоссальный уровень дохода. Конечно, такой цифры ни у кого не будет, потому что это идеальные цифры. Но, скажем так, доходы в несколько миллионов долларов для активного партнера здесь более чем реальны. Более чем реальны, в особенности для людей с активной жизненной позицией, с торговой, бизнес-позицией, которые заходят с самого начала. То есть в этой всей эпопеи. То есть у вас есть шансы, все шансы абсолютно. Я бы вам очень рекомендовал еще, все-таки, если вы не знаете маркетинга Дейзи, прийти на презентацию отдельно посвященной именно этой части. Вы поймете, какие здесь возможны заработки. Я лично могу сказать за себя, что я в первые два дня своего участия закрыл здесь максимальный статус. Это лидерский статус. Пока что во всем проекте таких статусов закрыла, по-моему, человек 11 или 13. Только он один лишь приносит более 3000 долларов в сутки. Ну, по крайней мере, приносил именно на тот момент, пока даже регистрации не у всех получалось пройти. Сайт не работал. Там была масса проблем при первом вот этом запуске на несколько дней. И только он приносит 3000 долларов в сутки дохода. Там есть другие бонусы еще, которые другие статусы, которые там 300, 400, 500 долларов в сутки приносят. Сам матричный бонус приносит очень много денег. Это, на самом деле, очень доходная история. Вот поэтому источников дохода здесь масса. Вот и конкретно по пассиву, если ты никого не приглашаешь, только 3 в потенциале. Но самое основное я бы выделил именно вознаграждение трейдинга. Поэтому именно на него следовало бы опираться при принятии участия здесь. На два других. Первый, владение акциями тоже весомо, но это будет чуть попозже. А третье, это то, что по большей части будет зависеть от вас самих. Конечно, тут будет тоже пассивный доход, но прогарантировать вам никто этого не может. Что именно под вас поставят какие-то переливы. Поэтому лучше занимать активную жизненную позицию. И эти переливы организовывать самостоятельно в своей команде. Так, это вот по доходу. Так, что там у нас еще дальше по плану. Давайте посмотрим. А, особенности работы смарт-контрактов. Я уже, по-моему, рассказал. Просто продемонстрирую. Так как смарт-контракт Deysi, точнее, группа смарт-контрактов, которая будет регулировать все эти финансовые потоки, пишется на блокчейне Tron. Есть сайт, который называется tronscan.org. Это блокчейн-эксплорер. Тот самый грозбух. Где вы можете отследить вообще любую операцию, как в открытой книге, в данном блокчейне. И так как Deysi работает непосредственно в блокчейне Tron, вы можете этот сайт использовать. Сейчас, когда выйдет, будет запущен смарт-контракт Deysi, когда откроются регистрации, мы получим с вами адрес смарт-контракта и сможем полностью отслеживать вообще любые транзакции. Как деньги приходят, куда они уходят. Мы, в принципе, следили за этим, за первым смарт-контрактом. И мы действительно видели, как происходят покупки пакетов, как распределяются деньги по матричной структуре, какая часть денег действительно уходит непосредственно Эндотеку. Мы видели, как Эндотек отправлял эти деньги на свой биржевой аккаунт, на бирже Binance. То есть все это прозрачно, все это есть. И тут самое интересное, друзья мои. Вот здесь вот самое интересное, на что бы я хотел сделать акцент. Чтобы вам было более понятно, чтобы меня крупнее было видно, я вот на себя сейчас переключу, я останусь на демонстрацию экрана. И у нас еще докладчиком почему-то числится другой человек. Ну ладно, черт с ним. Пускай я буду тогда в маленьком экранчике в каком-то. Так, хотя нет. Почему так интересно? Ну-ка давайте посмотрим. Ладно, надо будет разобраться в другой раз. Я обычно в Ютубе провожу презентацию, а в Зуме это первый раз у меня такое. Так что уж извиняйте, не серчайте, если что не так. Значит, самое главное. Во-первых, нужно понять, что Эндотек это серьезная контора с историей. Во-вторых, мы имеем смарт-контракт, который прозрачен в своих действиях. Мы можем ему доверять. Но можем ли мы доверять Эндотеку? Пока что мы видим историю, мы видим, что они работают честно, мы видим, что они работают эффективно. С этой точки зрения можем. Но хотелось бы еще больше подтверждений. Поэтому уже, ну как говорила Анна, по крайней мере на последнем Зуме, который был в прошлую пятницу, она говорила, что они уже на финальной стадии заключения контракта, заключения договоров с одной из самых крупных в мире аудиторских компаний, которые будут проводить им балансовый аудит. И договор они сейчас заключают не только для контроля их операций и их балансов на криптовалютных рынках, но и для расширения в будущем на Форекс рынках. Да, в Дейзи будет еще подключаться в итоге Форекс. Это будет несколько позже. Вот, возможно, даже уже в этом году. Но вот будет еще один рынок. И они решили сразу заключить эти, уже наперед эти договоренности, чтобы им проводили балансовые аудиты. И крупнейшая компания, мировая, которая имеет свою репутацию, вряд ли станет что-то рисовать, как-то обманывать. И таким образом мы с вами получаем очень серьезную вещь. Мы получаем полностью прозрачную с одной стороны компанию, благодаря смарт-контракту, и с другой стороны тоже полностью прозрачную, благодаря аудиту частной независимой аудиторской компании, которая не просто там где-то из подворотни, а той, которая входит в топ-5 по крупном масштабности и рейтингу компаний в мире. Это важно. И мы с вами в ближайшее время увидим обновление личных кабинетов, которые позволят каждому из участников детальнее рассматривать все операции, которые проводит Endotech с нашими средствами. Daisy Endotech это про прозрачность, это про легальность, это про деньги. Да, есть здесь свои риски. Здесь никто вам ничего не будет гарантировать или обещать. К сожалению, в инвестициях иначе не получается. Но это реально на голову выше всего того, что есть сегодня на рынке. Вот, поэтому я, именно поэтому у Endotech, у Daisy была сумасшедшая просто популярность на старте в первые дни даже, несмотря на проблемы с регистрацией и с веб-сайтом, там вообще масса всего было. Вот, и поэтому такая популярность сохранится и в будущем. Я в этом не сомневаюсь. В общем-то, лично я персонально могу за себя сказать, что я уже понимая примерно, как ведет себя толпа инвесторов. Я с большими группами инвесторов имел ее дело уже давно. Но я уверен, что в периоды, когда Endotech будет давать хорошие плюсовые сделки, здесь будет невероятный наплыв инвесторов. То есть это, скорее всего, будет происходить волнами, как это даже происходит в финансовых пирамидах, когда только курс крипты вырастает, у людей сразу же появляется желание заработанные деньги куда-то проинвестировать. То есть здесь этот эффект будет еще сильнее. Соответственно, если так будет происходить, а я думаю, что именно так и будет происходить, будут создаваться мощнейшие финансовые потоки, которые, если ты в них вклиниваешься, они приносят тебе мощнейший заработок. Вот поэтому такую компанию, на мой взгляд, пропускать не стоит. Да, здесь не гладкий старт был, но каких-то критических проблем вообще нет. Они просто отсутствуют. Нет проблем с выплатами, нет проблем с трейдингом. Здесь все работает. Не работает только регистрация. Поэтому, если даже вы что-то где-то, может быть, что-то нелестное могли услышать про Endotech, это лишь связано с тем, что люди не могут проинвестировать. Но, извините, не мочь проинвестировать и не мочь вывести свои деньги, это совершенно разные вещи, согласны со мной. Ну и эта проблема будет в скором времени решена. Сейчас доделывают, исправляют все эти элементы со смарт-контрактами. Потому что это очень важная вещь. Как я уже сказал, это абсолютно самостоятельная программная единица, которая должна с самого начала работать идеально. Потому что исправить что-то в ней не есть возможным. Это не обычный сайт, в котором можно все поставить на паузу и что-то исправить, и потом снова включить. Здесь работает все несколько иначе. Вот. Поэтому, друзья мои, кто уже в Endotech, кто уже в DayZ, я вас всех поздравляю. Кто еще нет, готовьтесь. Смотрите презентации по маркетингу. Готовьтесь закрывать эти статусы. Готовьтесь зарабатывать крупные деньги. Я думаю, здесь они будут. Так, ну и дата старта, вот как я уже сказал, где-то уже во второй половине февраля. Во всяком случае, через пятницу, не следующую пятницу, а через пятницу, мы с вами, скорее всего, будет еще один Zoom с Анной, и там уже что-то будет говорить. И, возможно, на этой неделе будет Zoom с Анной для русскоязычного комьюнити, для нас с вами. Так, теперь я открою в чат, задавайте свои вопросы, я постараюсь на них в мере своей компетенции ответить. Есть ли у матросов вопросы? Ёлки-палки, я обещал 40 минут уложиться, а на самом деле уже почти час мы с вами вещаем здесь. Уже почти час. Обширная компания. Если бы я еще и про маркетинг рассказывал, это вообще бы занял очень много времени. И на самом деле я еще и много чего не рассказал. Слава Богу, в этой части нет вопросов. Когда будет дождь в чате? Дождь начинается не по заказам, он внезапно может возникнуть. Так. Ну, ребятушки, я вижу, что вопросов нет вопросов. Значит, либо я очень хорошо рассказал, либо я рассказал очень плохо. Но давайте, чтобы я там не мучился сегодня ночью, потому что я буду ворочаться. Вот, камера даже перегрелась. Я буду сегодня переживать, не знать. Вот вы напишите, насколько хорошо и ясно вы все это услышали. Мне нужен ваш фидбэк. Поставьте оценочки от 1 до 10, насколько вы поняли суть происходящего, насколько вам все понятно. Вижу десятки. Спасибо, друзья. Мне очень приятно. Все, я буду спать спокойно. Я буду спать крепким сном. И буду доволен собой. Возвращаем камеру. Я не знаю, включится она сейчас или нет. Ну, главное, что вы меня слышите. Я... О, все, я появился. Друзья мои, спасибо вам за то, что вы пришли. И я желаю вам продуктивной работы до старта, чтобы ваш старт в проекте DAISY был максимально грандиозным. И вы закрыли все, что только можно. И заработали как можно больше денег. Ну и нам всем, естественно, без исключения, не только активным партнерам, но и инвесторам. Я желаю удачи и жирного профита. Всем пока.